В прямом эфире Якутия 24. Вы смотрите выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я педагог. В Якутске проходит конкурс профмастерства среди мужчин-педагогов дошкольного образования. Какие методы работы предлагают участники? Задача максимум. Десять якутских кикбоксеров отправятся на чемпионат Дальнего Востока. Как идут тренировки и подготовка спортсменов к важному старту? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Алроса планирует увеличить добычу до 38 миллионов карат в следующем году. Об этом заявил глава компании Сергей Иванов. Несмотря на то, что добыча в этом году упадет до уровня 36 миллионов карат, есть ряд проектов. Это выход на проектную мощность дочерней компании «Севералмаз». Также есть производственные планы по дочерней компании «Алмазы Аннабара». По словам Иванова, в настоящее время обсуждаются планы по восстановлению добычи на крупном активе компании «Руднике Мир». Кроме того, глава Алроса сообщил, что направит до третьей суммы, вырученной от продажи газовых активов, на выкупу Якутии 10% акций своей дочерней компании «Алроса Нюрба». Часть денег пойдет на досрочное погашение задолженности. Напомню, что аукцион по продаже газовых активов «Алроса» выиграла компания «Новатек». Цена составила 30 миллиардов рублей. К другим новостям. В ряде районов Якутии в столице наблюдается рост заболеваемости ОРВИ гриппом. По данным за последнюю неделю, в республике за медпомощью с симптомами ОРВИ обратились 10 тысяч человек. Превышение недельных эпидпорогов отмечается в Якутске, Ванабарском и Ванабутантайском районах. Из числа заболевших ОРВИ более 82% приходится на детей до 14 лет. Управление Роспотребнадзора рекомендует населению соблюдать меры профилактики. Якутия в тройке лидеров на Дальнем Востоке по объемам ипотечных кредитов всего за прошлый год. По данным, дальневосточники в целом оформили 47 тысяч ипотек. Общая сумма свыше 100 миллиардов рублей. Абсолютный лидер здесь в Приморье. Там взяли 12 тысяч займов. А что же Якутия? На какую сумму взяли ипотек жителей республики за год? И как работает система сегодня? Все подробности у нашего корреспондента Саргалана Захаровой. Квартира-студия уже мала для растущей семьи Борисовых. Красавицы-дочки не разбегаться в одной комнатушке. Вот и решили, что пришла пора расширяться. Здесь очень тесно, душно. Мы страдали от жары, когда выписали 30 градусов. Было с ребенком совсем невозможно жить. А когда окошко открывали, сквозняк. Ну и, соответственно, на первом же месяце заболели. Но скоро семья переедет в новое собственное жилье. Выбрали частный дом с небольшим участком. Встал вопрос, как и чем оплачивать. По внутренней программе поддержки сотрудников Александре выделили субсидию. Остальную часть решили покрыть ипотекой. Однако самостоятельно оформить кредит в банке молодой семейной паре не удалось. Мы ходили в один банк, там, где у нас зарплатный проект. Думали, будет все очень легко. Пришли, ну, как бы все финансы у них же уже доступны. Но не тут-то было. Нет, мы еще с ребенком туда таскались. Так что мы отказались от этой идеи. Мне отказали, потому что я сейчас сижу по уходу. Зачем обивать пороги самим, если это могут сделать другие? На помощь пришли риэлторы. На оформление ипотеки ушло всего полторы недели. Результат – скорое новоселье. Услуга в последнее время пользуется большой популярностью. Почти половину всех ипотечных кредитов в Якутии сегодня оформляют через агентов. Поток клиентов у компании возрос, но вместе с тем со своей стороны банки ужесточили отбор кандидатов. Вся Россия, очень большой процент невыплаченных ипотек имеется. То есть, соответственно, люди получили жилье и не платят ипотеку. Поэтому сейчас очень строгий отбор пошел на одобрение ипотеки и на саму именно одобрение объекта. Так как банк берет жилок в данную квартиру, покупаемую покупателем. При этом основной пакет документов остался тот же паспорт, два НДФЛ, свидетельства о рождении ребенка и заключении брака при их наличии и копии трудовой книжки. Все просто. За прошлый год только в одном из столичных отделений банков якутияне оформили больше 6 тысяч кредитов. Мы вышли на докризисный уровень по выдаче жилищных кредитов. Это было обусловлено снижением процентов ставок для граждан России. Способствует этому росту и госпрограмма поддержки населения в приобретении жилья. Это и субсидирование ипотеки, и сертификаты, и поддержка индивидуального застройщика. Мы предусматривали одно из мероприятий, это снижение банковской ставки ипотечной. Поэтому ипотеку давали по сниженной ставке. И, конечно, граждане старались воспользоваться таким правом и возможностью все-таки построить жилье по сниженной ставке. Снижение объемов ипотечных кредитов происходило в 2015 году, но уже через год показатель начал выравниваться. И по итогам прошлых 12 месяцев в республике выдали кредитов на общую сумму больше 24 миллиардов рублей, что выше показателей с 2016 года почти наполовину. Сегодня 23-летняя жительница Якутска, одной из первых в республике, дали право на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала после рождения второго ребенка в 2018 году. В Якутии размер выплат составит 17 тысяч рублей на ребенка, и они полагают столько нуждающимся семьям. Репортаж Семена Родионова. 23-летнюю Дарету Афонскую дома ждут двое маленьких детей. Самому младшему полтора месяца. Но сегодня молодую маму попросили прийти в пенсионный фонд, чтобы в торжественной обстановке вручить сертификат на право получения ежемесячных выплат из материнского капитала. Я хочу купить большой-большой комод, чтобы у нас вкопилось еще много вещей от старшего сына, и хотелось бы засунуть в более вместивый комод. А еще бы хотелось их потратить на развивающие игрушки своему старшему сыну. Ну и, соответственно, они перейдутся к моему младшему второму ребенку, который родился в этом году. Новые возможности использования материнского капитала в конце прошлого года предложил президент Владимир Путин. Одна из них – это ежемесячные выплаты. Они полагаются тем родителям, у которых второй ребенок родился в 2018 году. Еще одно требование. Доход в такой семье не должен превышать 26 тысяч 42 рублей на каждого члена семьи. И вот сегодня мы вручили материнский сертификат матери, и заодно ему дали разрешение на получение ежемесячной выплаты из этих средств. Это у нас составляет 17 тысяч 23 рубля. Заявление от нуждающихся семей на получение ежемесячной выплаты Пенсионный фонд России начал принимать сразу после новогодних праздников. При этом, отмечают специалисты, маме нужно подать сразу два заявления – на получение сертификата и установление выплаты. Интерес к новым возможностям использования маткапитала отмечается и в районах республики. В нашем УЛУСе поступило одно заявление на получение ежемесячной денежной выплаты. Всего в Амгинском УЛУСе выдано 1676 сертификатов на материнский семейный капитал. Наш второй ребенок, сын, родился как уже 1 января этого года. Назвали мы его Михаилом. И вот на днях узнали, что ровно с 1 января вступил в силу новый закон – ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Этот закон для нас, молодой семьи, очень большая помощь, я считаю. В Якутии размер выплат составит 17 тысяч 23 рубля в месяц. И получать их можно будет до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года. Заявление можно подать в пенсионный фонд. Рассмотрение займет месяц и еще 10 рабочих дней на перевод средств. В Якутске с заявлением на маткапитал с начала 2018 года обратились 25 семей. Две из них уже получили право на выплаты. Семен Родионов, Георгий Григорьев, Якутск. Выморозка судов в Жатае подходит к концу. Полная работа завершена на 29 судах. В данный момент ведут работы по сборке двигательно-рулевого комплекса и ремонту корпусов. Техническую готовность сдали 35 единиц флота. Активно идет модернизация еще шести судов. Репортаж Петра Говорова. Выморозка работы не для слабаков, для настоящих мужчин. Если сказать проще, это освобождение корпуса теплохода от льда. После этого на вымороженной насадке или на винтах производится ремонт. У нас еще флот стоит в Хандеге, там тоже 9 единиц у нас вымораживаются. Из них вместе с нашим было выморожено, ну запланировано 50 единиц. Сейчас выполнено на данный момент где-то около 20 единиц полностью, где уже и работы ведутся. Ну и на этой неделе мы к 1 марта заканчиваем полностью выморозку. Для таких работ лучшее время, когда морозы ниже минус 50. Низкая температура держит толщину льда на реке, но в последнее время холода не радует. Ну то, что вода здесь у нас теплая, плохо промерзает, это же зато он все-таки. Морозы слабые стали, раньше получше морозы были. Только морозы нам мешают выморозку. Нет морозов, нет выморозки. Есть морозы. Неужели получается в этом году морозы слабее? Да они сейчас каждый год такие. В Жатайе и Хандеге на выморозке стоят больше 130 судов. Сегодня план выполнен на 90%. Собственно говоря, сложности были только из-за крановой техники, потому что морозы стояли под 48, 45-48 градусов не работало. А так-то для выморозки это нормально. Ну и все работы делались и в цеху, которые если нельзя было на улице делать. Чтобы грамотно выдолбить майну, так называется углубление на льду, нужно иметь недюжинный опыт, многолетний стаж и одним словом чувствовать лед. В каждой команде по 20 человек. Всего в ремонте задействованы 145 работников. Каждый год у нас так нормально все выходит. Все же наработано, опыт у всех есть. Поэтому выморозки у нас одни и те же, новых практически нет. На сегодняшний день работы идут с опережением графика. И по выморозке, и по ремонту судов. Для выморозки необходимо три приспособления. Это бензопила, лопата, кайло, который сейчас у меня находится в руках. В общем, выморожено 29 судов, которые сейчас находятся в ремонте. Техническую готовность дано 35 единиц флота. Выморозка завершится в марте. Петр Говоров, Павел Пахомов, Якутск. Ну а в Ленском районе уже сейчас начали подготовку к паводковому сезону. Это вызвано тем, что в юго-западных и южных районах Якутии за эту зиму выпал большой объем снега. Светлана Балеева подробнее. Предварительный прогноз, составленный на основе анализа гидрологических, метеорологических и статистических данных, говорит о том, что снегозапасы на территории Ленского района выше нормы. Только за первую декаду февраля осадков выпало почти две месячные нормы. Там постоянно идет снег. Снег идет тоже интенсивности от небольшого до умеренного, то есть от 1 до 2 мм за полусутки. Сильного снега там еще не было зафиксировано. Высота снега у них по снегосъемке 69 см при норме 55 см. Также значительные запасы. Но для Ленска это порядка до 130% от нормы. При таких превышениях нормы половодие может привести к сложной ситуации подтоплением в Ленске и населенных пунктах района. Уже сейчас планируется проведение превентивных мероприятий. По словам заместителя ОГО города Василия Козырева, в Ленске мероприятия по подготовке к предстоящему паводку начнутся с конца марта. На их проведение выделено 1 млн 200 тыс. рублей. Нами предусмотрены предпаводковые мероприятия, которые включают в себя очистку верха гребня дамбы от снега, очистка и ревизия 22 водопропускных сооружений и подготовка, добавка инертного материала в случае аварии. Сегодня эти работы все запланированы и до 20 апреля они будут нами выполнены. Помимо этого будут проведены чернение и распиловка льда. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Ну а в Аллаховском районе наблюдается сильная метель. Порывы ветра достигают 14 метров в секунду. Из-за непогоды в райцентре поселке Чикурдах в двух школах отменили занятия. Тем не менее, все объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме. По прогнозу в Аллаховском районе небольшой местами умеренный снег, местами метель. Ветер юго-западный до 14 метров в секунду, местами порыв до 19 метров. Температура до минус 21 ночью и до минус 30 днем. Сейчас реклама буквально полторы минуты. Далее смотрите во второй половине итогов дня. Поднять престиж рабочих профессий завершился шестой открытый региональный чемпионат WorldSkills. Наградили победителей. Праздник патриотизма. В России стартовала межнациональная эстафета под заголовком «Про РФ, про Россию, про тебя». Эстафету приняла Якутия. Я педагог. В Якутске проходит конкурс профмастерства среди мужчин-педагогов дошкольного образования. Какие методы работы предлагают участники. И задача максимум. 10 якутских кикбоксеров отправятся на чемпионат Дальнего Востока. Как идут тренировки и подготовка спортсменов к этому старту. Это Якутия 24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». Задержан 59-летний мужчина, подозреваемый в растлении малолетних. Следствие считает, что он в течение года насиловал 4 малолетних детей у себя дома. Следствием установлено, что в период с 2015 по 2016 года мужчина 1959 года рождения, находясь у себя дома, с целью удовлетворения сексуальных потребностей, с использованием беспомощного состояния малолетних лиц 2005, 2006, 2008, 2010 годов рождения, неоднократно совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. Подозреваемый задержан. 19 февраля 2018 года судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В рамках расследования уголовного дела проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертные исследования. К другим новостям. Золотодобывающая компания «Полюс Алдан» наращивает темпы производства. С начала года по всем показателям компания идет с перевыполнением плана. По золоту это 107%. Растут объемы по переработке грузов, поступающих для нужд предприятия. Рассказывает Руслан Павлов из Алдана. Начальник поиска «Сухой глубокий» Руслан Хрыкин показывает весы на одном из железнодорожных путей перегрузочно-складского комплекса акционерного общества «Полюс Алдан». Они предназначены для взвешивания вагонов с углем, поступающих в адрес предприятия. Весы запущены с целью контроля веса угля, который идет в наш адрес. На втором пути идет выгрузка всех остальных грузов, которые поступают для нужд предприятия по железной дороге. Здесь селитра, известь шины, оборудование и другие товарно-материальные ценности. Разгрузка полувагонов идет с соблюдением всех норм безопасности. Дисциплина улучшилась. Люди организованно выполняют работу. Если по вагонам соблюдают охрану труда, промбезопасности, организованно все делают. Охрана труда и соблюдение норм промбезопасности в «Полюс Алдан» – статья особая. В этом вопросе не только повышенный спрос, но и стимулирование сотрудников играют важную роль. Поэтому дисциплина на высшем уровне. Отсюда общий рост производства и отраслевых показателей. В недалеком будущем мы видим перспективу переработки на фабрике 5 миллионов 800. Естественно, с таким объемом растет и объем горной массы. Опять же, это обновление техники, увеличение большего объема производства, ну и дополнительная программа по техпереворужению самой фабрики. С начала года по всем производственным показателям «Полюс Алдан» уверенно перевыполняет план. По выпуску золота он составляет 107%. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Дмитрий Залевин. Алданский район. В России стартовала межнациональная эстафета под заголовком «Про РФ, про Россию, про тебя». Сегодня после Псковской области эстафету приняла Якутия. В рамках события республику с рабочим визитом посетил замруководителя Федерального агентства по делам национальности России. Павел Семенов. Добавлю, что первая патриотическая эстафета проходит в восьми федеральных округах страны и Якутия представляет весь Дальний Восток. Продолжит Любовь Васильева. «Про Россию, про тебя» – это первая патриотическая эстафета про героев, про любовь к родине и про дружбу народов. Хорошее впечатление, конечно. И я думаю, что каждый уважающий себя человек, то есть гражданин России, обязан знать о своих героях, то есть героев России. И призываю всех участвовать в этом акции. Фотовыставка «Герои России» дала старт в Республике Всероссийской патриотической акции. Фото- и видеовыставку о героях открыли в парке музея «Россия. Моя история». На выставке представлены фотографии и биографические справки, посвященные 54-м героям России, награжденным посмертно. «Героизм, подвиг – это, скорее, чувство, понятие, наверное, наднациональное. Ведь те слова, с которыми они уходили, погибали, защищая нас, защищая нас от последних годов терроризма, ведь они были какие – это за вас, ребята. Живите, работайте, братья. Вот эти слова, они ведь не имеют времени». Масштабный проект организован Федеральным агентством по делам национальностей. Участниками межнациональной эстафеты станут 8 федеральных округов страны. Выставки, флешмобы, тематические встречи должны помочь активной творческой молодежи, гражданам самореализоваться и пробудить общественное самосознание. «Патриотизм, по-моему, – это жить ради своей семьи, ради своих родных, близких, уважать родителей, уважать дедушек, бабушек, старших, историю, культуру и традиции своего народа, работать и служить ради своего поселка, города, региона, страны». Далее студенты и представители Ассоциации народов республики приняли участие во флешмобе, посвященном флагу России. «Россия! Роси! 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 Я патриот своей Якутии и активно принял участие». «Было очень холодно, но у меня появилась энергия, возможность. Все, я счастлива, что участвовала в такой мероприятии. Акси!» Всех участников и жителей столицы поздравил руководитель региона Егор Борисов. «Сегодня молодые имена делают будущее нашей республики, нашей России». В Содружестве народов сила Якутия участием в этой акции внесла свой вклад в укрепление межнационального единства. Главное, мы увидели, что каждому участнику акции небезразлична история своей страны, героев своего поколения. Далее якутяне передали эстафету патриотизма Волгоградской области. Любовь Васильева, Василий Слепцов, Якутск. Далее в рамках визита в Якутию замруководителя федерального агентства по делам национальности России Павел Семенов обсудил с якутскими коллегами вопросы устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера Республики. На встрече министр по развитию институтов гражданского общества Анатолий Бравин поднял вопросы о сохранении самобытной культуры и обычаев КМНС, о возобновлении государственного статистического учета народов и о законе об этнологической экспертизе. В свою очередь федеральный чиновник отметил положительную практику региона в поддержке малочисленных народов Севера и развитии традиционных промыслов. По численности народов Якутия занимает, по данным, второе место в России. Здесь проживают более 39 тысяч представителей. Кроме этого, Павел Семенов отметил, что федеральное агентство на основании государственной национальной политики ведет работу по увеличению суммы ежегодных субсидий субъектам страны. Защита прав коренных малочисленных народов России, сохранение языка, культуры является одной из главных задач федерального агентства, определенная в первом пункте положения об агентстве. Тем более, хотел бы отметить, что на самом деле это и для средств массовой информации, наверное, что где бы мы с вами не встречались, на каких площадках не обсуждали, будет арктический форум, да, или будет совещание в Государственном Доме, Совете Федерации. Мы с вами находимся всегда по одну сторону, потому что это наша первоочередная задача работать вместе и решать вот те задачи, которые сегодня накопились. Завершился шестой открытый региональный чемпионат. Молодые профессионалы WorldSkills, более 300 участников, соревновались в различных дисциплинах и направлениях. Сегодня награждали чемпионов и призеров в торжественной обстановке, рассказывает Евгения Андросова. Главная цель регионального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills – это популяризация рабочих профессий и повышение стандартов качества среднего и профессионального образования. Приезжали к нам эксперты из других регионов для того, чтобы оценивать возможности наших участников. Ну и, конечно, сегодня закрытие. Еще потом несколько компетенций проходит у нас. Уже после закрытия это в Мирном, две компетенции в Нерингре. Но основная часть закрывается сегодня. В этом году добавилась новая возрастная линейка, а это целых 17 компетенций. Приняли участие дети от 14 лет. В направлении геодезия студенты второго курса сельскохозяйственного техникума показали высокий результат и заняли второе место. Работа с стахеометром Лейка ТС-02. А третьим модулем была уже работа в программе Автокад. Ну, там фавориты были явно уже известно. Так что мы были уверены на второе место. Денис Петров два года назад занял второе место по России. А сегодня он уже эксперт по компетенции в видеопроизводства. А это говорит о прогрессии. Участие в WorldSkills мне дало очень огромный опыт. Теперь, спустя два года, получается, я сначала в качестве участника выступал, сейчас в качестве эксперта. Сейчас время летит очень быстро, и, соответственно, вместе с этим все очень быстро развивается. Так же, как и наши компетенции сейчас более на высоком уровне. Победители регионального чемпионата получили право участия на отборочных соревнованиях, которые состоятся весной в разных городах России. А если и там выиграют, то ребят включат в национальную сборную. Евгения Андросова, Павел Пахомов, Якутск. «Я педагог» под таким названием в Якутске проходит конкурс профмастерства среди мужчин-педагогов дошкольного образования. Участники раскрыли мотивы выбора профессии и поделились со своими методами работы. Сюжет Саргаланы Федоровой. Айтал Никаноров – не электрик, не инженер. Воспитатель в детском саду. Болеет работой. Создал проекты настольной и напольной игр для детей. Тяга к профессии педагога у Айтала с детства. Мать очень долго работала в детском саду воспитателем. Отец был тренером по вольной борьбе. Работать с детьми люблю. Кружки у меня, например, на воспитание военной патриотики. У меня есть по этой теме свой проект. Табул называется. Кому будем звонить? Папе. Давай. В наше время насадилось мнение, что воспитание детей – исключительно женский удел. Воспитателям приходится заменять малышам их мам и пап на целый день. Заменить маму несложно. Но как заменить папу? Шесть усатых нянь из разных уголков Якутии участвуют в конкурсе. Педагоги провели для детей подвижные, развивающие игры. Мальчиков учат мужским качествам, а девочкам прививают любовь к спорту. Я работаю четвертый год, инструктор физической культуры. Они приходят сразу от матери, почти что. С маленьких лет воспитают мужчину, смотрят. Некоторые боятся, отцы нет. Из-за этого немножко тяжело, потом привыкают. Сегодня в детских садах Якутии трудятся 106 мужчин. Психологи, физруки, музыкальные руководители и, конечно, воспитатели. Когда первый день пришел я работать в детский сад, как полагается, я говорю, здравствуйте, я ваш новый воспитатель. Ой, да, у нас мужчина, преподаватель, воспитатель. Вот так и получилось. С тех пор и работаем с родителями. Завтра пройдет волонтерское педагогическое братство. Участники расскажут о своем педагогическом опыте. Итоги профессиональных боев воспитателей станут известны 22 февраля. Саргылана Федорова, Василий Слепцов, Якутск. 10 спортсменов со всей республики отправятся на чемпионат Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу. В эти дни в столице атлеты ведут активную подготовку к этому важному старту. Сюжет Александра Зубехина. 30 ребят из Якутии состоят в школе высшего спортивного мастерства, куда отбираются сильнейшие спортсмены по кикбоксингу. Из них в чемпионате Дальнего Востока примут участие 10 чемпионов. Тренировки начинаются в 8 утра, 2 раза в день, по 2 часа каждая под руководством опытного мастера со стажем более 20 лет. Разминка, отработка ударов – вот общая информация. Главный тренер не спешит раскрывать свои секреты подготовки. Ребята готовятся, идут по запланированному объему. Все нормально, никто не перетренирован, никто не дотренирован. Все идет по плану. Тактические задачи мы решаем сейчас. Вот накануне соревнований больше тактическая, психологическая подготовка спортсменов. Из семи разделов кикбоксинга в мире всего три соревнования, по которым проводятся на ринге. Это направление, где нужно бить в полную силу. Лоу-кик – один из них. Участники сборов готовятся к турниру именно в этом виде спорта. В таком разделе можно бить ногами по всему телу. Лоу-кик – это раздел кикбоксинга, в котором разрешено бить и руками, и ногами. Но здесь тоже есть свои правила. Запрещено бить локтем, коленом, удары в пах, удары в затылок, позвоночник, почки и в целом любые другие удары, которые могут травмировать человека. Многодетный отец, чемпион России по кикбоксингу, рассказал о проблемах, с которыми он сталкивается во время подготовки к соревнованиям. По итогам соревнований в Хабаровске уже в апреле этого года призеры отправятся в Ялту на чемпионат России по кикбоксингу. А в мае чемпионат России по кикбоксингу в разделе «Лоу-кик» в городе Томск. А значит, в копилке медалей нашей республики обязательно будет пополнение. Александр Зубехин, Григорий Охлопков, Якутск. Таковы итоги дня. Оставайтесь на канале «Якутия-24». Будьте в курсе всех новостей и событий. Берегите себя. До встречи!